Доброго дня, дамы и господа! В прошлый раз мы пытались удалить вокал в бесплатном звуковом редакторе Audacity. Сегодня мы сделаем то же самое в Adobe Audition и выберем лучшего. Запускаем Audacity. Перетягиваем сюда опять композицию Джеймса. Выделим небольшой кусочек. Проиграем оригинал. Вокал есть. Теперь идем в эффекты и выбираем Vocal Remover. Ставим, как и в прошлый раз, 70 Гц для нижних частот и 10000 для верхних. Прослушаем. Вокал подавили, но не совсем. Теперь посмотрим, сможет ли Adobe Audition подавить вокал лучше. Запускаем Audition. Перетянем композицию на временную шкалу. Выделим и проиграем тот же кусочек. Теперь идем в Effects, Stereo Imagery и выбираем экстрактор центрального канала. Тут выбираем Vocal Remover. Тут центр и тут Custom. Тут ставим наши 70 Гц. А тут 10000 Гц. И можем прослушать. Теперь прослушаем в Audacity. Еще раз в Audition. Ну что же. Учитывая то, что мы использовали похожие инструменты в этих программах, могу сказать, что результат почти идентичный. И если бы в Audacity был инструмент Brush Tool, то мы могли бы подчистить оставшиеся дефекты и вручную получили бы вполне сносный минус. У Adobe Audition лучший набор инструментов. Кроме того, в Audition можно изменять настройки инструмента в момент проигрывания звука. В Audacity сначала меняешь настройки и только потом можно прослушать. Так что, дорогие друзья, решайте сами, чем лучше удалять вокал. Ссылки на бесплатный редактор Audacity и бесплатную пробную версию Adobe Audition есть в описании под видео. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok